Итак, всем привет! Вот мы подобрались к третьему занятию. У нас сегодня много всего интересного и полезного. И, наконец-то, мы с вами переходим от теории к практике. Я знаю, уже многим хочется порисовать свои первые иллюстрации, начать делать первые анимации и так далее. Вот, сегодня мы с вами стартуем как раз на пути к этому плану. В общем, сегодня глядим иллюстратор, основные инструменты, которыми пользуюсь я, которыми, скорее всего, будете пользоваться вы. Мы с вами закрыли теоретические моменты, да. Сегодня будем говорить уже, как вообще все это на практике работает и каким инструментарием мы будем пользоваться. Как подготавливать наши иллюстрации к анимации, к экспорту в After Effects и так далее. Сразу оговорюсь, что я пользуюсь не самой последней версией иллюстратора, впрочем, как и автора. Это 2017 пак. Но, честно сказать, это связано с тем, что я супер ленивая и мне очень-очень тяжело переезжать с одной версии на другую, собирать потом, устанавливать эффекты, плагины и так далее. Все это очень муторно и поэтому я жертвую иногда некоторыми, возможно, полезными новыми фишками. Вот из-за такого не очень интересного, не очень прикольного аспекта. Но, тем не менее. В любом случае, интерфейс у нас с вами будет немножечко отличаться. Но это было бы неизбежно, потому что все равно у меня моя рабочая область настроена уже под меня. Вся раскладка окон у меня собрана так, как мне удобно. Поэтому отличия, в общем-то, в любом случае будут. Итак, давайте, собственно, начинать. С чего начинается вся эта история? Когда вы запускаете иллюстратор, конечно же, у нас появляется окно приветствия, где у нас с вами, если вы ни разу не запускаете, то там будут, скорее всего, шаблоны новых документов. Если я правильно помню, у меня это уже предыдущие проекты, которые я недавно открывала, в которых я недавно работала. В любом случае, нас с вами интересует сейчас, на данный момент, эта кнопка New. Давайте ее нажмем. И здесь, наверху, видите, много вкладочек. Это уже подготовленные заранее пресеты по размерам, по ориентации листа и так далее. Связанные с фильмом, с печатью, с вебом, с артом и иллюстрацией. В общем, заготовки, если очень просто. Ну, я, честно, люблю прописывать все сама, поэтому это не так долго. Давайте мы с вами пропишем наши параметры документа. Мы работаем с вами в основном в Full HD. Это 1920 на 1080 пикселей. Здесь проверяйте. Ориентация листа будет, как я сказала, горизонтальная. И только одна рабочая область, один лист. Здесь нам больше ничего не нужно. Вот, возвращаясь к предыдущей лекции, напоминаю, мы с вами работаем в RGB пространстве, чтобы не было у нас недопониманий потом в After Effects, почему все такое серо-тусклое, и вообще цвета не те, и сочетания все просто полетели. Поэтому проверяйте. Работаем RGB. И говорим кнопочку Create. После того, как мы с вами создали наш первый документ, давайте с вами немного разберемся, что здесь происходит вообще на экране, почему так много текста, иконок и к чему все это. Я скажу сразу, я буду освещать те инструменты и те моменты, которые вот постоянно у меня, скажем так, в инструментарии, которыми я постоянно пользуюсь. Потому что если я буду разбирать с вами каждую-каждую кнопочку, то это займет кучу времени, а по факту вы можете ею даже никогда и не пользоваться. Потому что, честно сказать, я некоторыми инструментами вообще практически не пользуюсь. И это мне, в принципе, никак не мешает. Но если вам будет интересно, то, конечно, никто не запрещает погуглить еще дополнительно, поизучать, поэкспериментировать самостоятельно. Поэтому эксперименты в любом случае приветствуются. А давайте коротко о навигации. В самом верхнем левом углу у нас с вами менюшка, основные настройки. Относящиеся к файлу, к редактированию объекту. Есть эффекты, есть настройка рабочей области. Это вкладка Windows, мы сейчас к ней тоже вернемся. Слева у нас с вами Toolbar, где у нас все-все инструменты. И в зависимости от того, какой инструмент у нас выбран, у нас меняются здесь его настройки. Выбираю текст, появляются одни настройки. Выбираю пюро, появляются другие. И так далее. Справа у меня вынесены отдельно окошки из вкладки Window. Те, которыми я пользуюсь постоянно. Их можно реорганизовывать, перетягивать, делать вкладками, делать обратно на панельки с этими окошками. То есть полностью интуитивно понятный, мне кажется, интерфейс. И справа у меня большое такое окно с вкладкой Слои. Слои супер важная история для нас с вами особенно, так как мы с вами работаем над созданием иллюстрации, которая в последующем, в будущем будет анимирована. Поэтому разбиение на слои для нас очень важно. Как это делать, как подготавливать файл, тоже покажу ближе к концу сегодняшней лекции. Предлагаю с вами начать с инструментов, которыми я пользуюсь постоянно, которыми я рисую. И параллельно смотреть те окна, которые тоже часто используются вместе с этими инструментами. Итак, самый первый инструмент у нас с вами Selection Tool. Вызывается он кнопкой V. Здесь есть подсказки, кстати. И это просто инструмент выделения, думаю, понятно. Следующий инструмент у нас для выделения непосредственно точек. Что я имею в виду? Вот у нас есть ректангл. Я могу выделить им отдельные точки. Выделить эти точки и начать их как-то перемещать, деформировать и так далее. Кроме того, у этого инструмента есть классная штука. Когда вы выделяете углы, появляются такие кружочки, за которые вы можете потянуть и сделать скругление. Можно сделать скругление одного угла, можно сделать скругление второго, там побольше, поменьше. То есть, этой фишкой я пользуюсь вообще постоянно. Этими двумя инструментами, честно сказать, не особо пользуюсь, но давайте пока их пропустим. По основным пойдем. Следующий супер важный инструмент, это, конечно же, Pen Tool. Pen Tool у нас с вами рисует любые формы. И зажимая вот так вот и растягивая эти усы без Е, я могу делать кривую. Если буду просто рандомно тыкать, без зажатия левой кнопки мыши, то у меня будут прямые. Невероятно некрасивая форма. Замкнем какую-нибудь форму. И вот инструментом, которая белая стрелка, я могу уже выбирать отдельно какие-то вертексы, отдельно их перемещать, редактировать, тянуть за эти усы и так далее. Похожий принцип будет у нас с вами и в авторе. То есть, эти два инструмента, перо и выделение вертексов, они идентичны. Если есть вот такой вот треугольничек у инструмента, то инструмент имеет еще несколько подвидов. Здесь мы можем добавлять вертексы. Никогда не показывать. Просто иллюстратор предупреждает, что вы промазали. Можно убирать вертексы. Убирать вертексы. А есть еще очень важный, очень интересный инструмент, который называется Anchor Point. Что он делает? Он позволяет нам редактировать отдельно один ус без е, вне зависимости от второго. Если этим инструментом мы с вами редактировали уже существующие, существующие направляющие, то Anchor Point мы можем с вами их видоизменять. Если мы хотим вернуть все обратно, то просто зажимаем и растягиваем вертекса вот эти вот усы без е. Вот и вся разница. Им нельзя выделять, к сожалению, но им можно редактировать, делать интересные изгибы. Где-то делать плавные, где-то более резкие. И в любом случае инструмент тоже аналогичный есть и в авторе. Так что сразу вот вам на заметку. А следующий инструмент, который я хочу вам точно-точно показать, это, конечно же, инструмент шрифта. И здесь давайте начнем с самого банального шрифта. Как только я выбираю инструмент шрифта, у меня сверху появляются дополнительные настройки. Это настройки самого шрифта. Я выбираю, какой мне хочется. Настройки его начертания, настройки кегля, настройки параграфа, то есть, да, относительно чего и как будет выровнен этот шрифт. Кроме того, есть у меня какой-то текст, и в параграфе я могу еще редактировать интерлинияж, так называемое расстояние между строк. Если вам нужно подредактировать, то вам сюда. Это что касается шрифта. Кроме того, когда мы с вами говорим о шрифтах, есть еще дополнительные окна для работы со шрифтом и его редактированием. Все окна у нас с вами находятся во вкладке Window. Давайте глядеть. Смотрим, вот Type, и выбираем, что нам нравится. Допустим, я хочу вынести вкладку Character, да. Здесь у меня есть уже, получается, дополнительные настройки. Я могу редактировать... Сейчас, видим отдельно. Я могу редактировать межсимвольное расстояние, да. То же самое я могу вот на всю строку растягивать, между символами делать больше или, наоборот, меньше расстояние. И здесь же я еще могу тоже играться с интерлинияжем, с расстоянием между строк. И здесь все то же самое. Начертания, шрифт и так далее. Давайте посмотрим, что у нас еще есть у шрифта. Отдельно можем вынести параграф. Но это самый основной параграф. Character — это вот самые основные окна, которые связаны у нас со шрифтом. Кроме того, шрифт у нас может быть вот такой, просто построчный. Но еще, если мы рисуем с вами такой вот контейнер, то в него мы можем, собственно, запихнуть любой шрифт. И тогда, редактируя этот контейнер, мы с вами будем прятать или, наоборот, раскрывать этот шрифт. Очень удобно, если у вас большой текст и вам не хочется каждый раз ставить Enter и вот это вот считать эти строки невероятные, то можно сделать сразу же такой контейнер для шрифта. Что еще здесь из важного? У шрифта есть очень классный такой момент, что мы можем пускать его по кривой, по пути. Никак не попаду я. Вот. Рисуем любую кривую, любой шейф, неважно, и воспользовавшись вот этим инструментиком Type on Appass Tool, мы с вами можем запускать любой шрифт по любой кривой. Здесь есть маркеры, которые надеюсь зацепиться наконец-то из него, которые позволяют проворачивать этот шрифт. Никак не зацеплюсь. Вот. Можно проворачивать, можно редактировать. Инструмент тоже удобный. Но, честно говоря, я ему очень давно не пользовалась. Только недавно, когда была задача сделать такой штампик, ретро штамп, скажем так, и там нужен был шрифт. Поэтому вот совершенно недавно вспомнила про этот инструмент. Но, в принципе, в анимации я его не так часто встречаю. Есть у нас с вами и вертикальный шрифт, и все настройки шрифта здесь идентичны тем, которые будут в авторе. Поэтому, выучив как бы здесь принцип, мы с вами можем легко и непринужденно разобраться затем в авторе. У вертикального шрифта все то же самое. Единственная разница, что он вертикальный, а не горизонтальный. И, кроме того, у нас есть такой интересный инструмент. Мы можем как бы заполнять условно маску шрифтом. Я, честно сказать, им тоже практически не пользуюсь. В основном, мне хватает действительно обычного классического шрифта, не шрифта, ну да, инструменты текста. Единственное, что бывает иногда нужно делать вот такие параграфы, контейнеры, как я вам показала в самом-самом начале, да, обычный стандартный инструмент текст. И все, поехали. Это что касается шрифтов. Кроме того, у шрифтов может быть, как и у любых других объектов, своя заливка. Да, здесь она вот черная, можно покрасить как угодно. И может быть свой абрис, своя обводка. Очень он такой тоненький, ничего не видно. Поделяем, меняем. Вот, появилась обводка. Это, что касается инструмента текст. И, в принципе, это связано, это относится к любым шейпам, которые мы с вами будем создавать. И давайте сразу же, вот не отходя далеко от кассы, что называется, будем смотреть с вами инструменты форм. Первая форма у нас по умолчанию это rectangle tool. И на базе ректангла можно делать просто невероятные вещи, вообще рисовать все, что угодно, я вам скажу честно. Рисуя произвольный ректангл, можно сделать его квадратным, зажав при этом shift. либо же зажав alt, мы можем с вами рисовать ректангл из центра. А зажав alt и shift мы можем рисовать из центра квадрат. Вот такие интересные кнопки. Давайте я немного перекрашу, потому что очень яркий этот красный. И помним, что мы с вами можем его скруглять, делать какие-то интересные формы, редактировать как-то. И вот из квадрата у нас уже есть какой-то условный листочек. Вообще у любого шейпа есть еще вкладка трансформации, где мы можем с вами задавать конкретные параметры и конкретную позицию нашему с вами объекту. Например, у меня будет такой квадратик 80 на 80 пикселей, и он будет где-то по таким координатам располагаться. Поэтому можете задавать, если вам надо очень-очень точно, можете задавать руками. Но, как правило, мы с вами не с чертежами работаем, мы можем работать с вами и на глаз условно. Давайте смотреть, что у нас есть дальше. Ректангл тут я сказала. И есть еще скругленный. По умолчанию сразу со скругленными краями прямоугольник. Если вы будете зажимать стрелочку вверх или стрелочку вниз, то скругление будет еще на процессе рисования добавляться или наоборот уменьшаться. Если стрелка влево, никакого скругления, стрелка вправо, идеальное скругление вплоть до превращения в круг. Но это, я повторяюсь, все еще квадрат, вы можете его вернуть в состояние квадрата или прямоугольника. Дальше у нас инструмент эллипс. И мы можем с вами все с теми же шифтом и альтом рисовать идеальный круг, а можем рисовать и просто эллипсы на угольник. Здесь есть такая же возможность добавления углов с помощью стрелочек вверх-вниз добавляем дополнительные углы. Можем убрать вплоть до треугольника. И такая же история у нас с инструментом звезда. Добавляем, убираем с вами количество вот этих лучей. Флэр тул честно вообще не пользуюсь, вообще никогда не пригождалось. На самом деле из всего многообразия шейпов чаще всего вы скорее всего будете пользоваться как ни странно прямоугольником и возможно иногда эллипсом. Но единственное что я могу сказать скорее всего все равно это будет прямоугольник, потому что из прямоугольника как я уже говорила можно всегда выйти в эллипс, можно выйти в интересный в круг точнее, можно выйти в интересные формы и ну просто здесь гора возможностей для креатива. Есть еще такой интересный инструмент как резинка, но я не пользуюсь потому что это добавляет очень некрасивых, очень лишних вертексов и нам на анимации с вами я вам скажу по секрету каждый вертекс будет на счету особенно когда мы дойдем с вами до анимации лица и персонажа и будем работать уже непосредственно с анимацией этого этой формы и честно говоря это просто смертоубийство если вот так стирать поэтому я не рекомендую пользоваться этим инструментом это классный инструмент мне кажется для иллюстраторов но для аниматоров это это действительно смертоубийственная история еще у нас с вами есть конечно же инструмент поворот да который мы с вами тактой по горячей клавише R можем всегда вызвать у поворота есть свой анкерпоинт да относительно которого мы будем все это вращать и если зажимать сейчас секундочку так у меня убегает анкерпоинт и если зажимать alt в процессе поворота то у нас с вами будут вот такие интересные дубликаты кстати о трансформациях раз мы с вами заговорили о повороте и посмотрели шейпы основные у всех шейпов и вообще объектов можно делать скажем так такие дополнительные трансформации делать симметрические ритмические ряды которые мы с вами смотрели по композиции если мы с вами правой кнопкой на объекте клацнем у нас выпадает такое окошко и нас интересует сейчас трансформ так вот здесь в трансформе есть целая гора трансформаций которыми мы можем манипулировать сейчас давайте рассмотрим move на его основе я думаю вам будет понятно и все остальные я включаю конечно же превью и допустим у меня будет здесь нам нужно больше как-нибудь да допустим 300 пикселей я смещаю в право по вертикали у меня будет 0 но вы всегда можете сделать тоже допустим какое-то число и уже будет такая диагональ давайте оставим 0 и вы всегда можете сделать копию давайте делаем копию если вам нужно быстро сделать какой-то паттерн то можно можно вот так накопировать повторяя команду control d мы с вами повторяем предыдущую трансформацию да было бы был бы это поворот он бы повторил поворот сейчас мы с вами только трансформация позиции по иксу получается вот он повторил выделяю все свои квадратики и иду опять трансформацию и говорю опять в этот раз я уже скажу вниз на 300 да и говорю копировать и control d control d control d вот у меня быстрый паттерн вообще сколько я секунд потратила я объясняла наверное дольше быстрый паттерн если мне нужно как-то вот быстро заполнить какое-то пространство это касается всего чего угодно мы можем также делать с вами давайте опять квадрат создам можем с вами делать аналогичные истории и с поворотом да трансформ 30 90 неправильно как может быть там 90 если там так вот допустим 45 говорим копировать вот у нас скопировался наш прямоугольник чаще всего я пользуюсь этой историей если мне нужно что-то идеально отразить есть у меня какая-нибудь форма не знаю что-то формы сегодня все-таки кривые ну условно есть у меня форма я хочу отразить ее как-то по вертикали по горизонтали не важно вот вкладочка рефлект говорю по вертикали говорю скопировать и все у меня идеальная зеркальная копия моего объекта кроме того вы наверное заметили что у меня идеально подстраивается мой объект под точки которые есть у другого объекта то есть он идеально выравнивается я могу сильно не страдая пасть вертексом в вертекс идеально если у вас такого нет и вы страдали одно время так же как и я то я рекомендую включить вот здесь вкладочку view smart guides тогда у вас все будет классно появятся вот эти экстра направляющие которые могут вам формировать какие-то интересные композиции сильно не запариваясь над попаданием вертекс вертекс программа сама их будет вот так вот притягивать как магнит еще одно свойство которое я здесь использую в этой вкладке трансформации это шар это скос давайте покажу бывает нужно сделать такое искажение без искажения условно только по одной линии здесь вы кстати ее можете задавать да то есть только по иксу или только по игреку или какой-то специфический угол вам нужен но как правило я использую часто либо ровно под 90 градусов либо 0 градусов да либо сразу же задаете вертикально горизонтальное направление и здесь тоже можно делать делать копии или просто говорим окей тогда у нас никаких копий просто один видоизмененный объект я его сдублирую и немного перекрашиваю другой оттенок что еще мы можем с вами делать с объектами вообще в этой вкладке довольно много полезных полезных кнопок которыми я пользуюсь часто и сейчас я хочу вам показать arrange да монтаж объектов у нас сейчас каждый новый объект появляется поверх предыдущих то есть он как бы условно лежит выше всех ближе всего к нам и иногда нужно поменять это дело и поместить этот объект наоборот на самый дальний задний план мы можем выбрать кнопку send to back и тогда у нас все наш выбранный объект уйдет за предыдущий а можем с вами выбрать это все с помощью горячих клавиш конечно же это control shift и квадратная скобка открывающая тогда у нас объект пойдет на задний план и наоборот control shift закрывающая квадратная скобка у нас объект выйдет снова на передний план если же мы с вами будем просто control открывающая или закрывающая квадратные скобки то у нас объект будет как бы на один уровень подниматься или опускаться сейчас не так видно давайте покажу вот control квадратная скобка приподнялся только один перекрыл еще раз перекрыл все объекты то есть такой многоуровневый монтаж объекта Сгруппировали объекты, мы с вами их можем редактировать, то есть брать вертексы и так далее. Но если мы будем с вами использовать просто Select Tool, то, естественно, это будет все та же единая группа. Разгруппировать мы можем с вами клавишами Ctrl-Shift-G. Добавляется еще одна кнопка Shift, и тогда у нас идет разгруппировка. Эти команды я использую постоянно, особенно когда работаешь с векторной графикой со стоков. Там обычно все загруппировано и все одним куском. Если нужно вытащить что-то одно, то, естественно, я все разгруппироваю. Кроме того, если мы с вами сейчас будем говорить о цвете, о заливке объектов, то есть у меня и еще один пункт, который я должна вам рассказать насчет группировок, разгруппировок и тому подобное. Но сначала нужно поговорить о цвете, о заливке. Итак, вы уже могли интуитивно понять, и в принципе, думаю, это объективно очевидно, что у объекта есть. Вот этот первый квадратик это заливка, а второй квадратик это заливка обводки. Вот она у нас с вами здесь появилась. Можем всегда скинуть до оригинальной, до базовой заливки, белая заливка, черный абрес. Можем с вами поменять их местами с помощью вот этой кнопочки-стрелочки. Помимо однотонной заливки, которую мы с вами легко можем здесь выбирать, а если у вас есть, допустим, цветовая палитра, вы где-то ее скачали, и не пипеткой тыкаете просто, а можете вставлять сюда конкретный код. И тогда у вас будет конкретный цвет, указанный на той палитре. У каждого цвета есть свой цифровой буквенный код. В любом случае, можем делать заливку однотонной, и однотонной можем делать и обводку. Но помимо всего этого, мы еще можем делать, естественно, и градиент. Давайте назначим вот этому квадратику, не знаю уже, что это. Градиент. Я могу выбрать градиент вот здесь, этой кнопкой. Давайте только не обводки. Вот здесь. А могу из кнопки Windows достать градиент. Вот он, он у меня уже есть. Вот, просто открываю вот здесь. У градиента есть несколько базовых настроек, базовых пресетов. Я выберу какой-нибудь такой. И давайте быстро пробежимся по градиенту, что вообще здесь нужно делать и как его настраивать. Можем добавлять с вами отдельно точки, да, с цветами. Это могут быть разные цвета. Какой-нибудь такой. Можем добавлять прозрачность. Прозрачность у нас... Вот она. Вот она. Я путаю с автором. Вот. Делаем на 50% прозрачнее. А эти маркеры у нас с вами редактируют границу смешения цветов. Кроме того, градиент может быть у нас линейным, а может быть радиальным. И мы с вами можем менять положение этого центра условно, да, в градиенте. Выбрал инструмент градиент, вот мы с вами редактируем этот центр. Можем продлить, можем сместить его, то есть настроить, как нам с вами больше всего нравится. Можно с вами отразить наоборот градиент, да, вот этой кнопкой. Ну, это из основного. Из основного по градиентам. Градиент также может иметь и заливка, не только заливка, но еще и абрис. Вот у нас с вами абрис, на нем более наглядно видно. Вот я изменяю градиент, и у меня изменяется градиент. Ой, какой цвет не красивый. Градиент на абрисе. Вы всегда можете вернуться и к обычной заливке, да, поменяв здесь просто на какой-то цвет, либо же просто кликнув на вот первый квадратик, где у нас с вами будет отображаться последний использованный цвет. Это что касается заливок. Кроме того, у всех объектов есть еще такая вкладочка, как прозрачности и режимы наложения. Она в основном идет вот так вот рядышком с градиентом. Если у вас ее нет, в принципе, если у вас какого-то любого окна нет, то все окна, я напоминаю, во вкладке Windows. Вы можете спокойно вынести. Здесь у нас с вами режимы наложения есть. Мы можем их с вами поклацать, посмотреть, какой-то эффект интересный получить. И можем редактировать прозрачность и непрозрачность объекта. Кроме того, мы можем с вами сгруппировать Ctrl G, да, и редактировать уже прозрачность и непрозрачность всей группы. Такое тоже бывает нужно, ну, просто чтобы вы понимали, что можно редактировать отдельно, можно редактировать всю группу. И раз уж мы с вами подобрались к заливкам и обводкам, давайте сейчас поговорим немного про обводку, потому что у меня есть что про нее сказать. Настройки строка у нас вот здесь в самом верху. И нажав на слово строк непосредственно, у нас открывается такая интересная вкладка. Я пользуюсь ею довольно часто, скажу вам честно. И здесь мы можем настроить как толщину, да, так еще и вот эти углы, как они будут у нас с вами отображаться. Для этого мне нужна незамкнутая фигура, давайте вот такую возьмем, выберем, посмотрим. Итак, по умолчанию у нас стоит вот так. Мы можем с вами редактировать и закруглять края, да, не сомкнутые. Можем их с вами наоборот обрезать. И здесь есть вот два режима обрезки этих краев. Кроме того, часто бывает нужно здесь скругление небольшое, именно у строка, не добавлять его объекта, а именно строка, немного скруглить. И у нас за это отвечает параметр corner. Вот этой такой фаской я пользуюсь, вообще никогда не пользуюсь, честно говоря. Но тем не менее она здесь есть. Чаще всего вот если нужно скруглить. Кроме того, можно сделать еще и пунктир. Дэштлайн мы добавляем с вами пунктир. И редактируя размер мы можем с вами добиваться каких-то интересных эффектов. У всех обводок может быть наконечник. Какой он огромный. Давайте немного его уменьшим. Он может быть как с одной стороны, так, естественно, по аналогии и с другой. Давайте его тоже уменьшим. Вот такие истории. И берем, наверное, обводку. Да, как-то так. Можем с вами выбирать выравнивание относительно нашего с вами объекта, этого наконечника и так далее. Кроме того, у всех обводок есть еще и дополнительная настройка. Это настройка, скажем так, имитирующая нажатие условно вашего, давайте пока отключим наконечники, вашего пера, да. Если бы вот писали это вживую ручкой или кистью, да. Мы можем сделать с вами такое утолщение, такое. И здесь много всего еще. Отразить его, допустим, вот так. Но самый интересный инструмент, конечно же, в этой всей истории. Давайте я отменю. Это вот инструмент толщины. Здесь много подинструментов. Они все делают, опять же, такие формы очень сложные, которые я вам скажу честно, не встречаю и не пользуюсь вообще для создания графики под анимацию. Опять же, я показываю вам графику под анимацию. У нас с вами, чем больше вертексов, тем сложнее будет это все анимировать. Но толщиной мы можем с вами немного поиграться. И выбирая отрезок, мы можем делать с вами вот такие интересные эффекты. Можем делать несколько точек, ставить и несколько заужений, да, или наоборот расширений у нашей с вами прямой и так далее. То есть, это все, что связано с настройкой обводки. Давайте это все дело отменим. Кроме того, обводка может иметь и не такую базовую, скажем так, не такую базовую настройку, когда она просто линия или даже уже с толщиной. Обводка может быть своего рода кистью, да. И вот в этом окошке у нас с вами есть такой вот пресет, да, заготовленный драной линией условно. Вы можете любой, на самом деле, элемент сами нарисовать и загрузить в кисти. Вот сюда есть у нас окошко с кистями, вы можете создавать свою кисть, каллиграфическую, там, распылять, как какой-то, не знаю, аэрозоль условно. И вообще целая гора настроек. Просто про кисти это вообще отдельная песня. Единственное, что вы можете не только создавать сами, но уже и пользоваться готовыми пресетами. Вот каллиграфические кисти в библиотеке есть. Сейчас покажу. Да, вот такие интересные кисти могут быть. Имитировать а-ля мазок краски или что-то такое. Кроме того, в интернете очень много кистей, даже в бесплатном, свободном доступе, которые вы просто ставите в свой иллюстратор и потом рисуете с помощью них. Про кисти можно очень-очень долго говорить. К сожалению, мне надо очень-очень так интенсивно выдать вам концентрированную информацию. Поэтому я вам показываю, где все это можно поискать и что это можно, с чем вообще можно работать. Но я часто использую, скажу честно, у меня здесь есть мой сохраненный пак. Давайте его найдем. Где-то он вот тут лежит. Сейчас откроется. Вот он. Вот такой пак. Если нужно сделать какую-то иллюстрацию с такими тенями интересными, да, как будто Нойз немножечко, то, чем я говорила в самом начале, что он до сих пор не покидает нас, то это мой любимый пак. Если вам он тоже приглянулся, интересно и хочется попробовать, то я с удовольствием, конечно, поделюсь только о моих нити мне. Вот. И уже сразу такой интересный градиент у нас получается. Вот эти кисти я действительно использую. Действительно очень рада, что их нашла. Но их не очень сложно найти в интернете, поэтому как бы решайте сами, что называется. Еще один инструмент, без которого совершенно никак невозможно вообще работать в иллюстраторе, я им пользуюсь постоянно, это, конечно же, Pathfinder. Найдем мы его во вкладке Windows, в принципе, как и все остальные инструменты и окна, да. Так, где он у меня тут? Вот, Pathfinder. И что делает Pathfinder? Это инструмент для того, чтобы мы с вами могли вырезать или наоборот объединять объекты. Мы можем вот объединить и вырезать один из другого, оставить только пересечение или наоборот все оставить, кроме пересечения. В общем, инструмент очень-очень классный. Вот так за полсекунды я могу сделать, например, простое сердечко, да? Ну, как вариант. Еще один инструмент, без которого я тоже не могу обойтись, это, конечно же, инструмент выравнивания. Тоже идем во вкладку Window, Align и выравниваем, да, по центру. Но здесь самое классное даже не то, что мы можем выровнять объекты, а то, что мы можем настроить вот эти интервалы, чтобы они были одинаковыми, например, по горизонтали, да? И теперь все у нас одинаковое, идеальное, и мы потратили на это полсекунды. Все то же самое, если мы хотим сделать с вами по вертикали, да? Выравниваем сначала наш ряд, а затем настраиваем интервалы. Тоже очень часто пользуюсь. Инструмент классный. В общем, рекомендую вам здесь тоже вот поклацать. Можно выравнивать по верхней границе, по нижней, слева, справа. Вариантов просто целое множество. Кроме того, если у нас с вами, мы сейчас говорим о выравнивании, мы до этого сделали Smart Guide в самом начале, да, лекции, мы можем еще и дополнительно вытягивать линейки и их настраивать так, как нам нравится, как нам удобно. Если у вас окно вот такое, да, без каких-либо линеечек слева и сверху, то вам нужно нажать Ctrl-R, и появляются дополнительные такие линейки, из которых мы можем вытягивать направляющие и их тоже, собственно, настраивать так, как нам надо. Я не знаю, просто все для нашего с вами удобства. Ну вот, например, как-то так. И при этом тоже работает привязка, и все очень четко, и у нас нет вот этой грязи, когда вертексы не совпали, и такое неприятное ощущение, глаз все равно ловит эту вот кашицу. Еще важная функция, это, конечно же, копирование. Копировать мы с вами можем объект так же, как, не знаю, банально в Word, да, Ctrl-C, Ctrl-V. Но при Ctrl-V у нас с вами объект не становится идеально на то же место, где стоит оригинал, а если вам нужно, чтобы он стал ровно в то же самое место, то тогда вам нужно воспользоваться командой Ctrl-C, Ctrl-F. Тогда у вас, вот видите, объект идеально стал на место оригинала. Такая полезная кнопка, тоже рекомендую запомнить. И еще, что я хочу рассказать вам, это как работать с масками. Допустим, сейчас я подготовлю объект. Объекты, ну вот так, например. Допустим, у меня есть один объект, в который я хочу поместить два других, вот этих соседних. Я его кладу наверх, поверх всех. Вспоминайте вкладку Range или эти кнопки Ctrl-Shift, закрывающая, открывающая скобка. И мы с вами просто выделяем все объекты и нажимаем Ctrl-7. Таким образом, объекты, которые лежали под нашим главным, под нашей маской, все помещаются в этот объект маску. Это при экспорте тоже сохраняется этот эффект, но единственное, что... Ну, у нас не обрезаются формы, да, у нас как бы сохраняется маска, а это не всегда удобно редактировать. Поэтому смотрите на будущее, что вы хотите сделать. Вы хотите маску или вы хотите просто обрезать формы? Если просто обрезать, то, конечно, пользуемся Pathfinder'ом. Плюс. Я хочу вам еще сказать, рассказать такие эффекты, которые я использую тоже довольно часто, которые, ну, в работе у меня с какой-то периодичностью встречаются. Эффектов, в принципе, в иллюстраторе довольно много, поэтому, если вам интересна и эта тема, то рекомендую тоже поклацать, поизучать, посмотреть, что на что влияет. Сейчас покажу только те, которые вот часто использую сама. Допустим, у нас есть с вами, опять же, ну, пусть будет Ellipse, окей. Ellipse, и я хочу сделать его таким фейково, 3D-шным. Допустим, я использую вот этот эффект 3D Extrude and Bewell Options. Здесь у меня есть своя ориентация этого выдавливания. Можно ее настраивать как угодно, но я предпочитаю использовать уже готовый пресет. В частности, часто нужно сделать какую-то изометрию. Вот здесь есть классная опция толщины выдавливания этого всего. И настройка даже фасочек. Видите, как работают эти грани. Можно делать вот такие интересные объекты, но чаще всего я, на самом деле, пользуюсь самым простым выдавливанием, самым обычным, без всяких фасочек и так далее. Но в любом случае опция такая есть. Кроме того, можно настраивать рендер, как это все будет выглядеть, с затемнением, без, с каким именно затемнением. Где больше опций, да, если их раскрыть, то можно даже редактировать освещение и просто настраивать даже материал. Но, честно говоря, все равно это выглядит все довольно так, как, знаете, дешевый пластик или еще что-то. Поэтому я не рекомендую это сильно часто этим увлекаться. Но поиграться, конечно, можно. Вот, окей. При этом, если мы с вами будем редактировать основной объект, у нас будет редактироваться и это выдавливание. То есть оно как бы подстраивается под наш объект. Ну, а кроме того, мы можем, конечно, всегда сделать экспанд, разгруппировать и еще разгруппировать. Бывает несколько раз надо. И у нас получится вот отдельно крышка и отдельно... И отдельно боковая часть. Так, сейчас. Единственное, что боковая часть разбивается вот на такие плашки, а не на просто градиент. Это не всегда удобно, поэтому знайте о такой особенности и как бы рассчитывайте на то, насколько это вам выгодно и невыгодно. Следующие эффекты, которыми я часто пользуюсь, это, конечно же, варв, да, различного рода искажения. Часто бывает нужно что-то быстро согнуть или как-то еще деформировать. Здесь целая гора пресетов. И все они настраиваются, и можно редактировать степень этого изгиба, да, в какую сторону, влево, вправо, по вертикали, по горизонтали. Просто очень-очень много настроек. Пользуюсь действительно довольно часто, чтобы не рисовать такие сложные формы руками и не умирать с ними потом. Вот. То можно просто, на самом деле, воспользоваться варпом, да, сказать окей, и тоже сделать экспант. И тогда у нас эта форма как бы запечется. Это уже будет не объект с эффектом, а объект именно с такой финальной формой. Что еще часто использую? Конечно же, использую тень. Естественно, бывает нужно. Единственное, что я могу вам сказать, такой небольшой лайфхак, старайтесь не делать тень исключительно черную, да, когда у тени есть какой-то оттенок, это всегда лучше и всегда более выигрышно смотрится. Ну, и не так грязно. Плюс здесь можно настраивать режим наложения, можно настраивать прозрачность-непрозрачность, смещение тени вправо-влево и то, насколько тень будет блюриться, окей. Но учтите, что тень, эффект довольно тяжелый, как и 3D-выдавливание, поэтому смотрите, чтобы у вас не начинало дико все тормозить и лагать. Здесь вообще много штук, которые вот действительно классные. И еще одна из них, которую часто я пользуюсь, это мне нужна линия. И бывает нужно сделать такую волну, и не хочется все это рисовать руками самостоятельно, поэтому есть такой вот эффект зигзага, который можно делать с острыми углами, да, можно делать с скругленными, и можно играться с размерами и с количеством этих волн. Очень часто используется, какие-то партикли там сделать, маленькие какие-то такие волнистые линии, или наоборот, может какая-то инфографика, почему бы и да. И вместе с тем, если вы будете редактировать, редактировать эту кривую, да, или прямую, у вас будет откликаться этот эффект. Все эффекты, которые вы наложили, и хотите как-то вернуться к их редактированию, находятся вот здесь во вкладке Appearance. Напоминаю, во вкладке Windows вы можете всегда вызвать, да, где вот она уже открыта. И здесь у меня вот есть зигзаг, я на него вкладываю, вот у меня открывается окно редактирования. И там же будет все, что сегодня я сейчас показала, да. 3D-выдавливание, там зигзаг, тени, все-все-все, всякого рода искрения, все эффекты из вкладки эффектов будут здесь, во вкладочке Appearance. И еще такой момент, который хочу показать, потому что, честно скажу, когда нашла эту штуку, была очень-очень рада, просто невероятно. Допустим, есть у вас какой-то персонаж, есть у него, давайте это удалим, есть у него какой-нибудь глаз и бровь, условно, да. Вот, представим, что это бровь, а это глаз. И вы хотите импортнуть это все в автор, но я должна сказать, я об этом еще более детально поговорю, когда будем настраивать с вами уже конкретного персонажа под экспорт в автор. Я поговорю об этом детальнее. Но автор не все эффекты, не все параметры, заданные в иллюстраторе, корректно конвертирует. Если мы будем с вами конвертировать в шейпы, а не просто слои использовать. Поэтому иногда нужно быть готовым к таким историям, а иногда можно подготовиться заранее в иллюстраторе. Например, автор не корректно экспортирует вот такую вот художественную а-ля кисть толщину у абреса. Поэтому нам нужно ее трансформировать в обычный шейп, то есть делать экспанд. Вот у нас обычный экспанд. Но если мы посмотрим на количество вертексов, то становится страшно. Мне не нужно столько точек, особенно если я собираюсь как-то настраивать мимику и видоизменять брови. Она у меня будет супленной, злой брови или наоборот веселой, приподнятой. То есть я просто прокляну всех и вся, редактируя каждую эту точку. Поэтому есть классная функция. Убираем наш шейп, нашу бровь. Идем в паз. И здесь вот simplify нажимаем. Окей, preview. И здесь можно поиграться с настройками. Но у меня здесь уже, как правило, все настроено. И вот у меня остается всего три точки. Я даже эту могу, в принципе, попробовать удалить. Но тогда у меня все слетит. Но согласитесь, три точки гораздо удобнее редактировать, чем тысячу три. Правда? Поэтому вот такая полезная функция. Я очень-очень обрадовалась, когда ее нашла. И сейчас просто на постоянной основе использую. И напоследок я хочу еще немного поговорить с вами об экспорте, о форматах, в которых мы будем работать. И немножечко коснуться стоковой графики, как ее вообще открывать, что с ней вообще делать, где ее искать. Давайте начнем с вами с экспортом. Сохранять и экспортировать все наши с вами гениальные иллюстрации мы будем с помощью окошка файл. Здесь есть save, и мы можем просто назвать, как-то сохранить сразу в иллюстраторовский файл. Или save as, в принципе, без разницы. С помощью команды export мы с вами можем экспортировать нашу графику в различного рода форматы. Можно экспортировать export as, и я этим пользуюсь постоянно. Как-то называем. Здесь выбираем форматы различного рода. В частности, я часто экспортирую в PNG формат, чтобы у меня сохранялась прозрачность. Выбираю использовать нашу с вами монтажную область, монтажную, а рабочую. Что это мне дает? У меня обрежется не по графике, по краям графики. Вот если бы я не поставила эту галку, то у меня обрезалась бы вот так. А если эта галка стоит, то мы обрезаем полностью лист. И плюс мы можем убирать количество листов, номера листов, которые мы хотим экспортировать. В самом начале я создавала только один, поэтому здесь у меня он только один. Но если вы хотите какие-то конкретные выбрать, то вот это сюда. И нажимаем кнопку экспорт. Все, у нас экспортируется в PNG формат. И то же самое с JPEG, с TIFF, с чем угодно. Ну, просто я использую чаще всего, конечно, PNG. Кроме того, мы можем с вами открывать какие-то файлы, естественно, создавать новые. Но нас сейчас интересует больше всего открывать. Прежде чем мы с вами пойдем открывать какие-то файлы, давайте перейдем на сайт FreePick. FreePick это стоковый ресурс, где есть фотки, векторы, есть платные, есть бесплатные. Ну, нас интересуют, конечно же, бесплатные. Я могу здесь написать какой-нибудь character, да. Выбрать, конечно, нам нужно Free и нам нужны векторы. И говорю, окей, давайте поищем. Вот у нас есть какие-то персонажи. Давайте возьмем вот эту девчонку и скачаем, и на ее примере импортнем что-нибудь. В иллюстратор. Вот. Просто выбираю иллюстраторский файл, открываю. Все. Девчонка у нас есть. То, что я говорила, все объекты в стоковых файлах, как правило, сгруппированы. Нам это не страшно. Мы с вами знаем, как с этим бороться. Просто Ctrl-Shift-G и у нас теперь уже разбивается на составные объекты. Видите, да. Давайте заберем эту девчонку к нам в наш документ. Ctrl-C, Ctrl-V. Есть. И я сейчас хочу еще показать. Вот у нас отдельно ноги, отдельно тело, отдельно руки и голова. И я на примере этого персонажа хочу вам еще дополнительно показать, как с вами работать, нам с вами работать со слоями. Потому что я вначале говорила, это супер важная вкладка. Давайте уделим ей немножко времени. Изначально в иллюстраторе у нас создается один слой, на котором все-все-все объекты лежат. Вот здесь. Я надеюсь, вам видно. Но когда мы с вами будем экспортировать это все в автор, нам нужно разбиение по слоям. Мы с вами, конечно, можем Ctrl-X создать новый слой, Ctrl-F. Вот у нас появилось уже два слоя. И так каждую часть тела копировать, вырезать, вставлять новые слои. То есть это все очень-очень сложно и долго, просто невыносимо. Поэтому есть классная функция. Вот здесь нажимаем на бутерброд, говорим Sequence. И у нас с вами слой развивается на подслои. Еще детальнее о том, как резать персонажей, я расскажу, конечно же, когда будем с вами резать персонажей. Это сейчас базовый момент. Что здесь ключевое? У нас по-прежнему на самом деле один слой. Просто у него появляются подслои. Но автор не будет воспринимать эти подслои. Я сейчас очень настоятельно и внимательно прошу вас послушать этот момент. Он не воспринимает, он все еще считает, что здесь один слой. Поэтому нам нужно выделить все подслои и вынести за пределы основного. Таким образом, основное становится пустым, мы его можем удалить, а все остальные имеют у нас те группы, которые, собственно говоря, в них и были. То есть вот так за полсекунды, буквально сколько я потратила, я создаю отдельные слои на каждый элемент. Для головы, для рук, для ног, для тела, для всего чего угодно. Можно бить еще детальнее, и еще детальнее мы будем бить. Просто сейчас основной момент. Это касается всего чего угодно, не только персонажей. Если вы собираетесь инмирать какой-нибудь пейзажик или лэндскейп, что угодно, то, конечно же, вам тоже нужно будет бить по слоям. И эта методика работает одинаково. Просто используем режим sequence, release to layer sequence, и затем выносим все новые слои из-под материнского слоя. Вот такая вот нехитрая история. Мы, конечно же, с вами можем это все сохранить, экспортнуть. В общем, все то же самое. Ну и завершение сегодняшней лекции. Давайте пробежимся по домашнему заданию. Что вам нужно будет сделать? После сегодняшней лекции ваша цель – это создать такой небольшой, несложный пейзажик, как сейчас, например, на ваших экранах. Самое главное – это пощупать, поклацать инструментарий, пощупать пастфайндер, линейки, градиенты, заливки, обводки, все-все, что сегодня я рассказала. Если есть возможность поприменять эффекты, главное, чтобы картинка была пусть несложной, но завершенной. Плюс вы можете использовать вашу любимую цветовую палитру, которую вы создали на предыдущем домашнем задании. Поэтому все эти инструменты должны служить для гармонизации вашего изображения. То есть уже не просто рандомно с вами рисуем там какие-то домики, какие-то деревки, и так далее, а уже более-более осмысленную. Но при этом еще и знакомимся с инструментарием. Вот на сегодня у меня все. Надеюсь, было познавательно, постаралась все, что необходимо вам рассказать. Конечно же, сложно все уместить в одну лекцию, но тем не менее, это база, без которой совершенно никуда и никак не уедешь. В любом случае, спасибо, что посмотрели. Надеюсь, было эффективно. Все, всем пока, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok